Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодняшний выпуск посвящен начинающим виноградарям, а также тем, кто только задумывается над посадкой этой культуры у себя на участке. Как часто складывается ситуация? Вы увидели видео в интернете с красивыми урожаями винограда. Может быть, вас кто-то угостил вкусным таким домашним виноградом. Может быть, вы даже посетили выставку, тоже увидели ягоду красивую, гроздь крупную, такую эффектную, попробовали на вкус и загорелись выращиванием этой культуры. А потом начинаете изучать какую-то информацию и оказывается, как все сложно. И тут начинают возникать сомнения, что я, наверное, не справлюсь, это слишком сложно, это слишком тяжело. Либо начинающие виноградари часто тоже в себе не уверены, думают, что мы начинающие, может у нас там получится, может не получится. Вот сегодня мы с вами поговорим об этих сомнениях, поговорим о том, что нужно знать, что, может быть, не всегда нужно знать, что обязательно, что не обязательно. И попытаемся разобрать вот эти вот, скажем так, страхи и опасения, связанные с выращиванием этой культуры. Итак, начнем. Что нам нужно знать для посадки винограда? Ну, прежде чем мы обсудим этот вопрос, давайте зададим себе немножко другой вопрос. Вы когда садите картошку, изучали ли вы что-то перед тем, как посадить? Мы уверены, что 99% людей не изучало ничего. Или садите томаты? То же самое, да? Купили пакетик или вообще готовую рассаду где-то там на рыночке, посадили, ну, что-то получилось, что-то не получилось, потом начали, может быть, читать, а может быть и не начали. А выращиваем как получается. То есть, когда мы садим большинство культур, мы не задумываемся о том, как они будут расти. Конечно, если мы это знаем, эффективность нашего труда будет лучше. Но даже если мы не знаем, то это совершенно не означает того, что у нас ничего не получится. Ну, такое бытовое сравнение, когда вы в небольшом возрасте садились учиться кататься на велосипеде, то вряд ли вы сильно знали там устройство велосипеда. Ваша первостепенная задача была научиться держать равновесие, а уже потом все остальное. Точно так же с виноградом. Это абсолютно такая же культура, как и все остальные. И вы можете знать абсолютно ничего и посадить ее. А потом, как бусинки на ниточку, нанизывать ваши знания. Конечно, если вы к моменту посадки будете знать хоть что-то, это будет большой плюс. Чем больше вы будете знать, тем лучше. Но даже если вы еще не понимаете, что такое формировка, не понимаете, что такое нормировка, не понимаете, что такое обрезка, и вообще все вот эти термины, ничего страшного в этом нет. Пока вы свой кустик посадите, и к тому моменту, когда ему понадобятся все вот эти формировки, нормировки шпалера и прочее, пройдет достаточно много времени. Как минимум, даже если мы высаживаем весной, например, кустик, там середина, конец мая, то даже до осени, до, скажем так, первой обрезки, у нас будет минимум 4 месяца. Ну, минимум. А за это время можно познать очень-очень много. Можно пару книжек почитать в таком расслабленном режиме вечером перед сном. То есть вам не надо все сразу, вот этот багаж знаний иметь на момент посадки. Достаточно какой-то минимум. Ну, конечно, сейчас мы с вами разберем все-таки по пунктам. Кратенько, с чем мы столкнемся при выращивании винограда, что и когда нам может понадобиться. По многим из этих тем есть отдельные видео. И под этим роликом в описании я вам обязательно ссылки оставлю. И уже более углубленно, при желании вы все это сможете посмотреть и изучить. Ну, а теперь уже переходим к чуть большей конкретике. Первое. Место посадки. Ну, здесь все очень кратко и просто. Выбираем место по возможности самое теплое и самое светлое. Потому что виноград культура, которая любит солнышко и любит тепло. Следующее. Подкормка при посадке. Конечно, желательно, чтобы она была. И очень многое зависит от вашего типа почвы. Если у вас почва бедная, то внесение удобрений при посадке, подготовка какой-то ямы, она, ну, очень желательно. Но даже если вы этого не сделаете, вот бывает так, что я какую-то тему рассказываю, а потом люди пишут в комментариях, ой, так я уже сделал неправильный. Ничего страшного в этом нет. Многие ошибки можно исправить. Раз. Многие ошибки виноград прощает. Это, ну, вот мое мнение, самая благодарная культура, которая только может быть. Поэтому, есть возможность, успели сделать, подкормили при посадке, замечательно. Не подкормили, ничего страшного. Ну, конечно, если у вас очень жирная, насыщенная почва, ну, вам повезло и можно вообще ничего не делать, потому что молодому растению это питание будет более чем достаточно. А следующий момент, вот, наверное, на сегодняшний день, такой самый сложный. Это выбор сорта. Сортов сейчас превеликое множество, гибридных форм превеликое множество, чего не отличаться. Сорт, он зарегистрирован, гибридная форма, она не зарегистрирована в реестрах. Вот, собственно, и вся разница. То есть выбор огромный, и мы начинаем теряться. Особенно, если мы начинаем читать какие-то отзывы на форумах. Кто-то хвалит, кто-то не хвалит. В итоге начитались, и начинаются тоже вот эти вот сомнения. Я вам скажу, что когда я начала читать некоторые отзывы на таких форумах, то вот если бы я их читала, там, лет 11-12 назад, когда я покупала свой первый виноград, то, наверное, я его бы и не купила. Всегда. О любой вещи, о любой услуге, о любой культуре будут отзывы положительные и отрицательные. Ну, это вот всегда-всегда. На что вам нужно обратить внимание при выборе сорта? Это сроки созревания. И если вы сомневаетесь, то просто посмотрите те же отзывы, те же видео в вашем регионе. Вот и все. Если условно у вашего соседа созревает этот виноград, то у вас он будет созревать. То здесь все на самом деле просто. Опять же, сомневаетесь, но возьмите еще чуть-чуть раньше. На сегодняшний день, повторюсь, выбор огромный и достаточно и ультраранних форм, которые, например, в наших условиях, в условиях Минской области, в прошлом сезоне первосигнальный урожай на некоторых сортах, ну, уже вот в районе десятых чисел августа, можно было кушать. И это при том, что в прошлом сезоне была очень холодная весна. И достаточно длительная задержка в развитии растения, опять же, ввиду этой самой холодной весны. То есть выбор сортов по срокам огромнейший. Подбирайте то, что подходит вам и ориентируйтесь на ваш регион. Следующий параметр – это треск. Да, действительно, некоторые сорта больше подвержены треску, некоторые меньше подвержены треску. Но надо понимать, что треск вообще из-за чего происходит, когда нарушается водный баланс. Стояла сушь, потом пошли обильные дожди. То есть для некоторых регионов, например, где дожди идут регулярно, это, в принципе, может быть не особо актуально. Для тех регионов, где всегда достаточно сухо, это также может быть не особо актуально. Но во всем остальном можно работать. С этим самым треском можно его предотвращать, при том, что вы наверняка встречали информацию, что с треском борются путем обработки кальцием. Лично я этого не делала абсолютно. Единственный способ, чем я борюсь с треском, это всего лишь полив. Ссылки оставлю. И не просто ссылки, как я это делаю, рассказываю, а конкретные результаты. Чтобы можно было это увидеть своими глазами. И теоретически при определенных погонных условиях, неблагоприятных, потрещать может, в общем-то, любой сорт. Поэтому обращать внимание, конечно, на этот параметр можно. Но учитывать еще множество других. Следующее это осы. Кто-то вот где-то прочитал, что вот эти вот сорта винограда осы едят, значит, я их себе садить не буду. Но сейчас немножко отвлечемся от винограда и расскажу мой реальный пример из моей жизни. Росла у нас черешня. Вкусная, хорошая. Вот она начинает зреть. Напомню, что черешня в наших условиях созревает где-то конец июня. Ну, а осы стандартно у нас появляются когда? Обычно в начало сентября. Итак, у нас конец июня. Черешня начинает созревать. Она даже еще не полностью созревшая. А потихонечку я хожу там по ягодке, собираю. И вдруг одно утро я просыпаюсь и вижу, что вокруг черешни вьется достаточно много ос. И почти все ягоды, а это дерево такое, ну, высотой метра два с половиной. То есть не совсем маленькое. И урожай там достаточно хороший. Вот представьте, что почти все вот это вот недозревшей черешни было осами поедено. И в том черешне, помню, ягодка плотненькая, еще она недозревшая. Они просто вот так вот ощущали шкурки. И что? Ну, понимаете, осы вот они такие. И уже вот у мною лично на практике замечено, что если год урожайный на яблоки, на груши, на сливы, то осы сильно на виноград и не идут. Если больше ничего нету, а висит виноград, то, конечно, они на него придут. Да, есть сорта, например, более ароматные, которые осы любят чуть больше. Есть сорта, которые осы любят чуть меньше. Но если осы будут голодные, и у них альтернативы чего-то еще покушать не будет, то они у вас все что угодно могут съесть. И кроме ос, еще есть птицы. И вот птицы точно не выбирают, какой виноград им кушать. Они прилетели, посмотрели, ягодки висят, ягодки поклевали. Ну, а за птицами может прийти уже кто угодно. И оса, и пчелки иногда приходят. Поэтому ориентироваться на то, что осы едят, либо не едят, это очень сильно зависит от региона, от кормовой базы, от того, есть ли там где-то рядышком гнезда этих самых ос или нет. Мое мнение, ну вот это то, на что точно не стоит обращать внимание. Устойчивость к грибковым заболеваниям. Да, есть сорта более подвержены грибковым заболеваниям, есть менее подвержены, но тоже помним про уход. Хороший уход очень сильно уменьшает вероятность этих самых заболеваний. Профилактические обработки, да, нужно будет проводить, сложно в этом ничего нету. Если у вас какой-то сад, огород уже есть, то наверняка вы там те или иные профилактические обработки все равно проводите. Поэтому добавление пару кустов винограда и проведение обработок с ними не составит какого-то большого труда. Возревание лозы. Наверняка, если чуть-чуть темой винограда интересовались, слышали этот термин. Скажу так, по моему многолетнему опыту, проблемы с возреванием лозы бывают у 90% сортов до того момента, пока они не начинают плодоносить. Да, молодое растение, вот пока у него нет урожая, такой проблемой страдает. Но с ней очень легко бороться. Отдельное видео по этой теме есть. Более садитесь сейчас. Не сейчас, конечно. Середине-конце мая. До осени у вас еще достаточно много времени, чтобы понять, как растению помочь. Ну а дальше тоже все в ваших руках. Если необходима помощь, конечно, немножко растению помочь можно. И это не сложно, это не займет у вас какого-то там длительного времени. Ну, если вы поймете, как его правильно нагружать, то все у вас будет в порядке. И, в принципе, большинство сортов прекрасно возревает лоза. Особенно если эти сорта у вас подобраны по сокам созревания ягод. Созревает ягода, созревает, в принципе, и лоза. Сортом закончили. Следующий момент это шпалеры. Тоже шпалеры многих пугают. Кто-то думает, что вот я костик посадил, мне сразу же эти самые шпалеры нужны. А это затраты, а это как их сделать. А я вот не понимаю. И, наверное, тогда следить не буду. Смотрите, шпалеры на самом деле вам могут понадобиться года через два, а то и через три. В зависимости от того, как будет расти ваш костик. К тому же, если вы видите где-то в роликах у меня еще у кого-то вот красивые такие металлические шпалеры, это не значит, что вам нужно делать абсолютно такие же. Вы можете сделать их из любых подручных материалов, которые у вас есть. Любым доступным вам способом. Не надо зацикливаться на четких размерах проволок или еще чего-то. Вы делайте так, как вам удобно, из того, из чего вам удобно. К тому же, ведь у вас могут быть и какие-то временные шпалеры. Нет сейчас возможности купить столбики, а нет сейчас возможности сделать что-то большое. Ничего страшного. Обычные деревянные столбы вбили в землю, веревочку натянули, все. Для начала этого будет достаточно. Ну а дальше уже будете смотреть то, с чего я начала этот ролик, что у вас будет еще много времени на подготовку. То есть все, что нужно для выращивания винограда, как знания, так и вот эта вот, скажем так, материальная база в виде шпалер, она не нужна в один день. Все это можно делать постепенно, 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 даже не в течение одного года. Поэтому времени у вас будет более чем достаточно. Вы сами себе на месте можете подумать, как вам вот эту самую шпалеру сделать максимально просто для вас. Следующий, наверное, самый такой сложный момент выращивания винограда – это его формировка. Тоже наверняка вот это вот слово слышали. А если еще что-то почитали, посмотрели, какие-то картинки, для многих это сразу становится непонятным, слишком сложным. Ну, это только на первый взгляд. Когда-то, когда я садила свои первые кусты, я ничего не знала ни о формировке, ни об обрезке. Нет, я знала, что что-то такое есть. Но как это делать, я не совсем понимала. Более того, у меня не было такого свободного доступа в интернет, какой есть у меня сейчас. Что-то я как-то открыла, в какой-то книжечке почитала. Для меня это все показалось абсолютно непонятным, сложным. Но со временем оно все улеглось. И ничего страшного в этой самой формировке нет. Единственное, что вам надо будет подобрать тот вариант, который для вас удобен. Я везде в своих видео показываю, у нас верная формировка. Есть формировка пергола. Это вот та беседка, которая у нас виноградик вот так вот наверху месит. И сверху свисают гроздочки. Но есть штамбовая формировка. Штамбовую наверняка многие видели, да, когда мы где-то ездим на экскурсии. Вот такой у нас примерно 90 сантиметров стволик. Ну а дальше пошел виноградик расти. То есть вот это три основных формировки. Конечно, есть еще, но я вам советую вот вначале точно глубже не лезть. И из этих формировок вы выбираете то, что вам будет удобнее. Во-первых, то, что вам будет понятно, как это сделать. А во-вторых, как это обслуживать. Ну, к примеру, даже вот пергола. С одной стороны, красиво, грозди висят сверху. Но если, например, вам тяжело стоять, держа руки вверх, и потом срезать эти грозди, да, уже вам эта формировка может не совсем подходить. То есть всегда учитывайте и момент удобства для вас. А здесь я еще остановлюсь на таком моменте, как укрытие винограда. Часто спрашивают, вот я хочу неукровной. Есть у меня отдельный ролик по укрытым и неукрытым виноградам. Ссылку я оставлю. В ближайшее время я хочу делать еще один тоже на эту тему. Еще раз акцентировать на это внимание. Вообще неукрытых сортов на самом деле не бывает. Это, ну, скажем так, немножко такое бытовое обозначение, но есть неукровная культура. Например, во Франции все неукровное. Но если мы их в сорта посадим семян, нам все придется укрывать, потому что они вымерзнут. Подробно, для чего нам нужно укрытие и почему это важно, в этом ролике я не останавливаюсь. Скажу только по моменту самого укрытия. Сложного в этом ничего нет. Многие люди выращивают плетистые розы и их укрывают. Что такое снять розу с колючками? Ну, я думаю, что даже человеку, который этим не занимался, понятно, что там достаточно сложно. С виноградом все разы легче. И если у вас там буквально пару кустов, то сделать это не проблема. К примеру, мы свой виноградник в 90 кустов в прошлом сезоне укрывали вдвоем за 2,5 часа. Это так, абсолютно не напрягаясь. Поэтому сложного в этом ничего нет. И пусть вас это не пугает. Дальше обрезка винограда. Тоже может приводить, так же как и формировка, в определенный ступор. Потому что очень много таких, даже не знаю, как правильно сказать, может быть радикальных советов, радикальных мнений. Что вот обрезать нужно только так, а иначе у вас ничего не будет. Здесь обязательно сучки замещения. Без этого тоже ничего не будет. Вот только так и никак иначе. И, конечно, даже тех, кто уже посадил свои кустики, вроде бы он даже эту самую обрезку понял. На картинках, да, или на видео потом подходит к своему винограду, к своим лозам. И понимает, что он ничего не понимает, ввиду того, что у него растет все по-другому. Не пугайтесь этого. Самое главное, чтобы вы поняли принцип. На чем виноград плодоносит? И что у него надо убирать? Все остальное у вас получится и сложится. Мы режем без сучка замещения. Мы не заморачиваемся какими-то такими почками, либо такими почками. Мы делаем так, как нам удобно. Что это дает в результате? Ну, тоже на нашем канале есть видео с урожайами за несколько лет. Поэтому посмотреть как бы все можно. И опять же, да, напоминаю, что мы ссадим виноград в конце мая. Сейчас, вот если мы говорим о весенних посадках. До самой первой обрезки, самой простой. У нас еще есть несколько месяцев для того, чтобы все это освоить. И самое главное, даже если вы что-то сделали не так, если вы что-то обрезали не так, ничего страшного из этого не будет. Да, может быть, ну, не очень хорошо. Да, может быть, ну, если мы уже говорим о кустиках подросших, получите меньше урожая. Да ничего страшного, не пугайтесь этого. Еще раз напомни, виноград – культура, которая прощает множество ошибок. И виноград – культура очень благодарная. И самое главное, всегда любой вопрос проще изучать на практике, чем в сухой теории, которая с этой самой практикой не связана. Поэтому не пугайтесь, не бойтесь. Посадите пару кустов, потренируйтесь на них, и все у вас обязательно получится. У вас будет достаточно времени на то, чтобы изучить, на самом деле, вот эту культуру виноград очень и очень досконально. И который раз до сегодня, я вам повторю, виноград прощает многие ошибки. И у вас будет достаточно времени для того, чтобы ваше знание, как бусинки на ниточку, нанизать. И достаточно скоро получить хороший урожай с ваших кустов. Ну, я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку «Еще». Ссылки на другие полезные ролики, ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. До новых встреч!